Один из самых распространенных элементов одежды в Западной Европе средних веков, которые носили и простые люди, и знать. Отличались только качеством ткани и количеством цацек. Худ, то есть капюшон. Выкройка данного элемента одежды проста как пять копеек. Просто по-другому и не скажешь. Верх делался из шерсти, иногда с льняной подкладкой, типа вот как у меня. В особо холодных регионах могли быть либо из двух слоев шерсти, либо вообще сделанные на меху. Данный предмет одежды отлично закрывает шею от ветра. Также, как видите, он хорошо закрывает от ветра на бокового ветра лицо. И есть, собственно, вот эта вот длинная штука, которая называется лирепипа. Она служит и одновременно утеплителем, то есть можно сделать так, и тайным запасным карманом, в котором можно хранить, допустим, денежки. Если смотреть на изобразительные источники, которые дошли нас со времен Средневековья, способов ношения худа было великое множество. Но есть один, который мне нравится особо. Он настолько вот простой, но настолько понтовый, что прям, ну не могу вам его не показать. Этот способ ношения достаточно прост. Берем, значит, худ за лицевую часть, делаем раз, делаем два. Вот, получается такая прикольная полосочка. Наливаем это все на голову, поправляем лирепипу, вставляем. И больше вы не какой-то обычный горожанин, который с утра до вечера трудится, допустим, в колбасном цеху. Вы теперь уважаемый купец-бокалейщик МГР Варэм Рейс. Примерно так. Кстати, теоретически, Робин Худ, как раз его прозвище Худ, говорилось именно об этом головном уборе. А то, что его представляет с шапкой типа Тиролька, который я появлялся на стримах, это уже, собственно, современная поп-культура. Кино, телевидение, анимация и так далее.